Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Краткая история Крестово-Сдвиженской общины. 1972 году. Уехал последний житель из поселка Потеряевка Мамонтовского района. Преступная политика КПСС по укропнению сел увенчалась успехом. И уже в следующем году, летом 1973 года, мы, верующие православные христиане, близкие по вере и жизни, с Лапкиным Игнатием Тихоновичем приехали туда отдыхать. Эти поездки в бывший поселок Потеряевка продолжались с ранней весны. За березовым соком до глубокой осени. Косили трубчатый камыш по льду для шалашей заранее. Приезжая, устанавливали высокий шестиметровый крест. Поднимая восьмиконечное знамя победы над врагами, пели К кресту Твоему поклоняемся, владыка. Это поднятие воздвижения жертворящего оружия на дьявола так и сияет перед глазами. Миру, лежащему во тьме, явлен маяк любви Христовой. Неофициально лагерь Стан для труда и отдыха детей стали называть крестовоздвиженским. Я, Лапкин Игнадий Тихонович, родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад с младенчества. Но по Евангелию веровал во Христа только 27 сентября 1962 года, в день воздвижения креста Господня. Полюбил Христа и Библию, занимаясь исследованием Слова Божия почти 40 лет. Родившись в старобряческой, беспоповской, киржатской семье, получил Библию пятидесятников-баптистов в городе Венспилс, Латвия. Великий Бог во Святой Троице сохранил меня в православии, которое я обрел не только от наставлений матери моей Марии, от дедушки отца-матери Егора, но и от дяди Степана, брата моего отца Тихона, который, как и дед по отцу Дмитрий, принадлежал к старобряцам Белокреницкого согласия. Там надо мной и братом моим, и Акимом, он моложе меня на пять лет, и довершил миропомазанием отец Роман Павлов тайно на дому в 1962 году, так как крестивший нас троекратным погружением наставник староверки Ржак Дедушка Терентий, не был рукоположенным священником в селе Урывка. Обратившись, уверовав во Христа по Евангелию, пошел в храм Московской Патриархии в городе Венспилсе. И что же увидел? Курящего пьяного священника. Спросил Евангелия на русском языке, мне ответили, что батюшка его пропил. Библию я уже прочитал за три с половиной месяца и многое запомнил. Законспектировал, проповедовал с кафедру паптистов на корабле Черноморец, где работал матросом первого класса и учился на штурмана. В отпуск летел скорее за тем, чтобы засвидетельствовать о радости, что Христос умер за мои грехи, что принял меня. Заехал в Московскую Духовную Семинарию Академию, долго беседовал со священниками, семинаристами. Первое потрясение не прошло за сорок лет. Это же находил везде, где бы ни был. В Москве, во всех республиках и зарубежьях. Ни люди, ни прихожане, ни священники в большинстве не любят и не знают Библию Христа. И не хотят знать. Проповедь, призыв к ним вернуться к апостольскому служению вызывал везде только страшную злобу и угрозу. Меня хватали, предавали, сажали. Страшное обмерщение, безобразное, беспорядочное шатание массы, базар, тьма духовная. И с каждым годом все гуще, темнее, полностью опоганенное, обмерщенное, неевангельское, антиканоничное православие. Что делать? Где выход? Мы пытались помогать священникам, образовывали библейские курсы в Барнауле. Но покаявшихся, обратившихся от тьмы к свету, мы не могли сохранить, ибо возвращали их в ту же беду в московскую патриархию. Попы-чекисты предавали нас, писали списки в КГБ, в милицию. Куда идти? Долго искали хороших батюшек, истинного епископа. Как избавиться от симонии, платы за таинство, требы? Как убрать торговлю из храма? Где можно было бы правильно крестить? Как церковь может стать ни проходным двором, ни базаром? Как добиться тишины, порядка, чтобы все каноны сомпоров соблюдать? Везде яма и тупик, полная безысходность. В секте смерть. Там нет истинно рукоположенных преемственно от апостолов, епископов, священников. Хотя и проповедуется Слово Божие, но с великими заблуждениями и елесями. Во всех сектах, так, начиная с баптистов, адвентистов и пятидесятников, а в официальной государственной церкви – хаос и бедлам, самотек. Ситуация никогда и не была под контролем. Книга Деяний 5.13 Да там никто в этом и не нуждался. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Создана совершенно новая религия под именем и внешностью православия. Главное там – уставное богослужение и требы. И везде деньги, тотальная ложь, трусость и корысть. И для этого нужны красивые здания храмов, купола, мощи, мироточивые иконы, чудеса, канонизации, ризы, кадила, наемные хоры безбожников и всюду. Деньги, деньги, деньги. Писал об этой беде и патриарху Пимену, и митрополиту Новосибирска Алтайскому Гидеону. В ответ – гробовое молчание. Затем тюрьма, лагерь. Я все годы молился и подавал милостыню, чтобы рухнул богоборческий режим, кровавая комарилья КПСС, чтобы вернулся в Россию Солженицын, чтобы в церкви зазвучало слово Божие на родном, понятном языке. И в церкви были только свои, не чужие. Был во всем стройный порядок, тишина, братство, любовь. Помню лето 1980 года, когда в православие пришел Генрих Фаст из Менонитов. Ныне он благочинный Енисейского округа. Мы рассуждали, планировали, что и как устроить, чтобы Дух Божий царствовал в церкви. И ни к чему не могли прийти, ибо все упирается в правительственную, неообновленческую московскую патриархию. У старообрядцев со священством застой, нежизненность, нелюбовь к Библии, католицизм, павство, враждебно России, полно ересей, лжи. Началась перестройка, гениальные замысел масонства через Михаила Сергеевича Горбачева. Гласность, свобода, открытие железного занавеса стали известными приходы русской православной церкви, сохранившиеся за границей от первой белогвардейской эмиграции. Появилась реальная возможность остаться православными, иметь законного епископа и священника, не связанного с КГБ и КПСС. О русской и зарубежной церкви мы не только не слышали до того, но даже и не знали о ее существовании. Открытие приходов РПЦЗ в России промысел Божий. На 70-летний вопль страдальцев в вузах и катакомбах тех, кто и страдался душою, ходя в храмы МП, видя предательство и омерщенность, понизавшие все, что соприкасается с церковной иерархией. Для таких открытия приходов РПЦЗ великая милость, дар Божий с неба ответ на слезы и молитвы. «Нас не нужно было уговаривать, рассказывать о РПЦЗ что-то хорошее. Мы бросились к ним, как узник, увидев отворенную тюрьму, бежит к свету, к свободе». Не идеализируя нравственность в РПЦЗ, за 10 лет существования мы убедились в ее относительном здравии и в свободном функционировании нашей общины и священника от нас не переместили на другой приход, прислав другого без учета мнения общины. Прошедшее десятилетие стало золотым для нашей маленькой общины, образованной с нуля. В 1989 году гонения от архиепископа Феодосии Омского побудили пятерых священнослужителей подать прошение в Синот РПЦЗ принять их под свой эмофор. Среди них был отец Евтихий, ныне епископ Ишимский и Сибирский, и отец Иоаким, наш батюшка. Первые богослужения свободной церкви были в поселке Потеряевка в детском лагере Стане в большой армейской палатке с пристроенным алтарем. В Барнауле стали проводить первые богослужения на улице Никитина 147-1 на втором этаже старого деревянного дома, наклонившегося на улицу. Архиерейский Синот РПЦЗ издает указ номер 7 9012 от 14 января 1991 Согласно вашего прошения и благословения митрополита Виталия, Крестово-Сдвиженская община города Барнаула принимается в лоно Свободной Российской Православной Церкви. Ничего не зная об этом указе мы проводим официальное собрание общины в городе Барнауле 19 января 1991 года. Вот его копия. Протокол собрания общины верующих Свободной Российской Православной Церкви. На повестке вопрос об утверждении приходского устала Крестово-Сдвиженской общины СРПЦ Тамбовской епархии города Барнаула. В целом устав принят единогласно. Нормальный устав от Синода с несением следующих изменений в параграфе 33 пункте 3 гласящий заведует продажей свечей заменить на следующий следит староста за тем чтобы не допускать никакой продажи ни в храме ни на территории входящей в церковную ограду. Свечи должны быть только чисто восковые без примесей иных веществ. Чисто растительного происхождения должен быть и елей масла в лампадках. Свеча как все сожжения должна сгорать до конца. принимать добровольные пожертвования на общую свечу в виде воска свечей масла. Изменения в 33 параграфе пункте 4 исключить слово присягу как клятву запрещенную Иисусом Христом заменить словами приносит обещание служить по совести как самому Христу. Подписи членов общины 1. Латкин Игнатий Тихонович 2. Конева Валентина Павловна 3. Яковлев Виктор Андреевич Яковлева Мария Федоровна Черепанова Попова Девичества Надежда Андреевна Шубина Зоя Николаевна Петеримова Алевтина Павловна Для регистрации в общем нужно было 10 человек поговорили со старыми знакомыми в городе Барнауле в Усть-Тальменке собрали 20 подписей сочувствующих но не единомысленных На Пасху 7 апреля 1991 года митрополит Виталий представил благословенную грамоту Латкину Игнатию Тихоновичу Цитата Латкину Игнатию Тихоновичу преподается нами Божие благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность проповедь Слова Божия защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви Еще 10 декабря 1990 года в 27 номере 367 газета за науку Алтайского государственного университета публикует материал Цитата Мы отошли лишь от Московской Патриархии Заявление на регистрацию общины на получение Никольского храма Жизнь Алтая за 14 декабря 1990 года 7 номер 1753 Повторило это заявление без сокращений рядом с посланием Архиерейского синода РПЦЗ 3 по старому стилю 16 мая 1990 года и о расстреле царя Николая Второго молодежь Алтая кратко оповестила заявление об открытии прихода РПЦЗ Как назвать общину Поднятие креста над лагерем Станом видится как прообраз проповеди о кресте 1 Коринфянам 1 18 Ибо слово о кресте для погибающих ее родство есть а для нас спасаемых сила Божия Крестовоздвиженское Крестовоздвиженское нам предлагает начать ходатайство за бывшую часовню в парке меланжевого комбината где ныне находится планетарий декабрь 1990 1990 год Попытка узнать историю часовни ее названия в архивах не обнаружено ответы администрации отрицательные Наконец узнаем что в здании планетария располагалась Крестовоздвиженская церковь Совпадение? В Барнауле действовала старообряческая Крестовоздвиженская община до расстрела ее священнослужителей в 1937 году в ней было 672 человека из них 348 проживало в Барнауле община была зарегистрирована 28 мая 1908 года церковные советы из 8 человек Иерей Игнатий Тихонович Чучалин как будто все повторилось совпадение начинается мутарство из-за отказа регистрации общины Лапкин Игнать Тихонович только в отделе юстиции был принят 32 раза Суздальский архимандрит Валентин Русанцев направил в краевой отдел юстиции предупреждение что в случае препятствия регистрации нашей общины он будет жаловаться Благодаря этой помощи отдел юстиции Алтайского края краисполкома выдает свидетельство о регистрации устава религиозного объединения 6 декабря 1991 года номер 23 Христовозвиженская община города Барнаула Суздальской епархии Российская Православная Свободная Церкви с подписью В. Ульянов Случайно 11 августа 1995 года за номером 23 зарегистрирована Крестово-Сдвиженская община РПЦЗ несмотря на яростное сопротивление от Московской Патриархии их клеветнические статьи в печати выступления СМИ Община прошла перерегистрацию 14 декабря 1999 года Сегодня в общине 72 взрослых и 16 детей отступивших запрещенных покинувших общину 45 человек из тех кто принял правильное крещение 17 человек торговали на базаре почти все до единого стали отступниками исполнилось 10 лет со дня принятия официально нормального устава присланного из синода можно сказать община состоялась действует и внутри церковный устав из 16 правил все что было задумано по устранению нарушений канонов а их нарушается 413 из 719 действующих ныне практически ни один канон не нарушается в поминальниках общины за здравие и покои вписываются только верующие православные христиане которых известно что они были во Христе за неверующих и посторонних специальное прошение об обращении их ко Христу первое исповеди причастия в полной тишине исповедь только наедине второе крещение только полным троекратным погружением третье действует оглашение катехизация четвертое оглашенные языки регулярно совершаются на литургии без батюшки так называемое апостольское служение все библейские тексты кроме чтения евангелия в алтаре читаются на русском языке есть курсы обучения истинное крещение все члены общины крещены только через троекратное погружение истреблена торговля недопущена действует эпитемии по каноническим срокам церковно-приходской совет избирается открытым голосованием дает ежегодный отчет действует сестричество быстро реагирующие на нужды больные роженицы праздники обеды приезжие сбор средств принятие быстрых решений и притворения их жизни работа в тюрьме содержание детского лагеря стана обихожена группа глухонемых из семи более человек по тексту написанному крупно от руки следят за богослужением снабжаются овощами немощные получен дом для богослужения и собраний два общежития для нескольких братьев и сестер посторонним вход в церковь абсолютно закрыт сохраняются добрые отношения со священниками епископами синодом РПЦЗ с епископом алтайским МП есть где принять на ночь обиходить приезжающих уникальность общины в том что восстановлен авторитет Библии как вечного светильника абсолюта авторитета детей стараются называть по календарю не шаблонно стандартными именами по дикому сахмахатению родителей прародителей есть исполнители наблюдатели недопускающие нарушение устава формы одеяния порядка тишины чтобы решения совета общины были притворены в жизнь не нарушались платится десятина на содержание священства чинно бесплатно совершаются все таинства и требы произносятся на каждом богослужении проповеди и чтения поучений есть небольшой клирос библиотека касса взаимопомощи нет бреющих подстригающих бороду нет использующих косметику и украшения мужское одеяние при богослужениях все в благочестивой форме одеяния не допускается разговор даже шепотом не допускается хождение опоздавшие стоят с неверными пишут объяснительные община духовно очень слабая малоактивная активных членов не более пятнадцать человек то есть около двадцати процентов кто не оценил уникальность и общины просто числится в списках они все равно отпадают первейшая наиглавнейшая задача всех смирение молитва пост милостыня проповедь евангелия взаимопомощь борьба с самостью бессоветеем и непослушанием это ежедневно познавать священное писание волю божью жить в любви в духе святом не искать пользы только для себя даже и в духовном члены нашей общины среди недели когда есть двунадесятый праздник но нет нашего батюшки здесь имеют право молиться в храмах МП подходить под благословение но не исповедоваться не участвовать в таинствах из этой в кавычках широты взгляда мы многих потеряли они легко покинули общину сказав ухожу в московскую патриархию то есть в мир в никуда все до единого но эта позиция не позволила нам скатиться в огульное отрицание благодати в МП как случилось со старообрядцами и супер православными зарубежниками у нас чтец в храме может говорить проповедь редчайшие явления в православии выдаются характеристики уезжающим в иную местность требуется характеристика и от приезжающих не разрешено попрошайничество без мирной грамоты свечи только чисто восковые самодельные ставятся людьми из притчи братья обязаны служить в армии но без принятия присяги на альтернативные условия в общине символ веры читается по древле православному и в духа святаго господа истинного и животворящего полная свобода перстосложения до и после реформенного двух и трех перстя оглашенным дается два поручителя срок оглашения для приходящих из мира от блудной жизни до трех пяти лет пост ненарушен для всех священник не посягнет давать разрешение ни на что кроме вина или больным престарелым роженицам и малым детям исповедь одного в отдельном помещении тайная не на словах ситуация в храме в церковной ограде во всех помещениях при церкви под полным контролем постоянно на занятиях церкви после собрания отвечаются разбираются возникающие вопросы конфликты нужды детям плачущим комната место для игр до и после богослужения есть есть трапеза окрашена библейскими текстами и картинками там совершаются прекрасные трапезы в дни торжеств памяти бракосочетаний организуются собрания для апостольских служений работы учебы отдыха подготовки богослужения данные паспортные всех приходящих вплоть до епископа и священников вносятся в книгу посетителей после 10 октября каждый год общегодовое собрание где дают отчет члены церковно-приходского совета любители ничего не делания упиваются изречением святого Серафима Саровского стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи побывав в нашей общине на занятиях узнав порядки дисциплины делают вывод строго сурово нет любви все каноны до правила запреты нельзя а вот если бы изменили свое отношение к приходящим пошире открыли дверь входа в общину экономии напустить то общины было бы немного то в общине было бы намного больше ну зачем эти бороды пояса форма бог сотворил человека свободным а вы их делаете рабами угнетаете давите отвечаю если вы как тренеры чемпионов мира знаете все чего вам не стать самим чемпионами не создать общину пусть не такую но чтобы хотя не все 49 пунктов указанных выше но главные содержали и оказывается что все советчики на деле ничего не могут создать и при самом начале еще в проекте мы пошли самым трудным узким путем на первое место библия евангельские заповеди рождение свыше оживить все до единого все до единого каноны соборов строгость во всем опыт первоапостольской церкви эпитемии отделенность от мира только из-за запрета брить постригать бороду мы потеряли до 10 молодых юношей запрет ходить без пояса запрет косметики еще более число людей оттолкнул от общины нарушение формы одежды запрет быть на богослужение в джинсах свитерах для мужчин тот же результат край платья у сестер не выше 10 сантиметров от пола та же реакция и ухожу в московскую патриархию и только через 10 лет наступила тишина не тысячи но сотня единомысленных в православии возможно ли на общем собрании общины 4 апреля 2001 года все единодушно согласились ежегодно отмечать рождение крестовозвиженской общины в первое воскресенье после 19 января так называемое апостольское служение вечером накануне прийти поклонимся псалом 103 все библейские по риме высосозаветные чтения псалмы евангелия апостольские послания и деяния читаются на русском языке по синодальному переводу библии 1876 года третье блажен муж четвертое свете тихие пятое сподобие господи шестое ныне отпущаешь и три святые и далее восьмое богородица дева три раза девятый псалом 33 10 6 апсалмы апсалмы 3 37 62 87 102 142 11 господь бог 12 стих 1 прославляйте господа ибо он благ ибо вовек милость его стих 2 окружили со всех сторон и именем господним сопротивлялся им стих 3 не умру но жив буду и познаю дела господни стих 4 камень камень отвергли строители садился главой от угла это от господа есть дивного чах наших псалом 117 22 23 стихи 23 халя 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 господня 24 халя тропарь воскресенье благословен исти господи 15 воскресное евангелие воскресенье Псалом 50, 18 пункт. Слава и ныне. Девятое. Молитвами апостолов. Двадцатый день. Пресвятой Богородицы. Величит душа моя. Слава, Словие Великое. Слава, Вышний Богу. Двадцатый день. Святые Божии. Двадцатый день. Отверди Божии. Двадцать четвертый день. Отпуск. Утром. Первое. Начальные молитвы. Божий милостив будь. Второе. Три святые и далее. Отче наш. Псалмы 16, 24, 50. Слава и ныне. Аллилуйя. Три раза. Псалмы 53, 54, 90. Слава и ныне. Аллилуйя. Три раза. Благослови душа моя Господа. Слава. Хвали душа моя Господа. И ныне. И пресная. Во веки веков. Аминь. Песни. Господу Иисусу Христу. Единородные Сыни. И Слове Божии. Десятые. Блаженные. Одиннадцатые. Приньте поклонимся. Двенадцатый. Тропарь храма. Тринадцатые. Святые Божии. Три святого. Чтение апостола. Чтение Евангелия. Символ веры. Достойно есть. Отче наш. Заболящих и путешествующих. И будь имя Господне. Псалом 33. Слава и ныне. Господи. Помилуй. Три раза. Благослови. Отпуст. Два четвертый пункт. Многолетия. Божьей милостью будь. Послесловие. Цель написания этой... Так. Ну это... В следующий раз прочитаем.